Здравствуйте! В эфире Финтаймс и Краборен 21. Я Фарида Ашралова и рассмотрим основные темы нашего выпуска. За последние четыре года Азербайджан вложил в экономику Грузии свыше двух миллиардов долларов за министра экономики и устойчивого развития Грузии. Нижняя палата Конгресса Соединенных Штатов одобрила законопроект на борьбу с коронавирусом. Выделено более 8 миллиардов долларов. ЕБРР выделил 350 миллионов долларов Азербайджану на реализацию пилотного проекта в Гяндзе. Азербайджан важный и стратегический партнер для Грузии, сообщила заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Екатерина Микабадзе в ходе азербайджанно-грузинского бизнес-форума в Тбилиси. Она отметила, что по итогам прошлого года Азербайджан – основной экспортер Грузии. За последние четыре года инвестиции Азербайджана в экономику Грузии превысили 2 миллиарда долларов. Продолжаются работы по газификации со стороны Сокар Энерджи Джорджия. Компания обеспечила газом более 78% населения страны. Каждый год в рамках этих и других работ более 10 тысяч пользователей получают доступ к природному газу. Совет финансовой стабильности Азербайджана выступил с рекомендацией продлить на 9 месяцев до 4 декабря 2020 года систему полного страхования банковских вкладов населения. По данным Центрального банка Азербайджана, это предложение вынесут на обсуждение в парламенте. Напомним, что в прошлом году решение по страхованию вкладов продлили до марта 2020 года. В целом система страхования охватывает весь объем вклада населения. Согласно условию, процент по вкладу не должен быть выше лимита в установленных Азербайджанским фондом страхования вкладов. Под страхование не попадают вклады в национальной валюте по ставке выше 10% годовых и в иностранной валюте выше 2,5% годовых. В настоящее время Центробанк страны продолжает работать над новой моделью страхования вкладов. На 1 февраля 2020 года банковские вклады населения составляют более 8,5 млрд монатов. Из них более 51% это вклады в иностранной валюте и почти 49% в национальной валюте. Американские фондовые индексы завершили сессию ростом. ФРС США ввела новые правила к резервам в банках страны. Это позволяет определить необходимые резервы банков для защиты от спада. В окончательное правило будет объединять требования к капиталу, вытекающие из ежегодных банковских исследований ФРС с регулярными стандартами капитала. По мнению специалистов, это приведет к высоким требованиям для крупнейших банков страны и более низким для небольших учреждений. На этом фоне акции американских банков JP Morgan и Bank of America снизились на 3,7% и 5,5%. А ценные бумаги Citigroup и Morgan Stanley более чем на 3%. Накануне Нижняя палата Конгресса Соединенных Штатов одобрила законопроект, по которому на борьбу с коронавирусом выделят 8,3 миллиарда долларов. По сообщению The Wall Street Journal за принятие законопроекта проголосовали 415 членов Нижней палаты. Предполагается, что 3 миллиарда долларов будет направлено на финансирование разработки способов лечения заболевания, более 2 миллиардов долларов выделяется Центром по контролю и профилактике заболеваний и 1 миллиард долларов направят на борьбу с коронавирусом за границей. Около 500 миллионов долларов направят на дистанционную помощь. Ранее, по сообщению Министерства здравоохранения и социальных служб Соединенных Штатов, число жертв в стране составило 11 человек, зараженных более 150. Исключительный успех Америки за последние три года обеспечил нам лучшую подготовку в мире для противодействия любой угрозе. Моя администрация быстро отреагировала и начала действовать в ответ на вспышку вируса. Введены ограничения на поездки, установлен карантин, промышленность и наука упорядочена. С целью разработки вакцины производство противовирусных препаратов усилено. Используем каждый ресурс. Мы закрыли границу с некоторыми регионами, что спасло много жизней. Индексы Азиатско-Тихоокеанского региона перешли к росту вслед за американскими. Инвесторы с оптимизмом воспринимают новости о помощи мировой экономики, пострадавшей от коронавируса. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных в 76 странах за пределами Китая превысило 12,5 тысяч. Европейский Центральный банк отменил мероприятия рабочей поездки сотрудников и публичные визиты в штаб-квартиру во Франкфурте. Кроме того, Международные валютные фонды Всемирный банк отложили весеннюю ежегодную встречу в Вашингтоне, отметив, что проведут его онлайн. Число заболевших коронавирусом по всему миру достигло почти 95,5 тысяч человек. Число жертв превышает 3 тысячи, излечившихся более 53 тысяч человек. Ранее в связи с распространением вируса Международный валютный фонд выделил 50 миллиард долларов. Средства предназначены для стран с низким уровнем дохода и стран с формирующимся рынком. Мы мобилизовали наши финансовые возможности для быстрого реагирования на эту чрезвычайную ситуацию. МВФ выделил около 50 миллиардов долларов для стран с низким уровнем дохода и стран с формирующимся рынком, которые незамедлительно могут получить доступ к этим средствам. Мы также собираем команду для скоординированного глобального реагирования. Признаем важность того, что необходимо уделить внимание более слабым странам, поскольку системы здравоохранения не настроены на ситуацию. Создан глобальный координационный механизм со всемирным банком, чтобы обеспечить финансирование для закупки необходимого защитного снаряжения и дать возможность бедным странам быть лучше экипированными. Накануне МВФ на фоне распространения коронавируса снизил прогноз по росту экономики Китая на 0,4% по сравнению с январской оценкой до 5,6%. Пекин призывает производителей постепенно восстанавливать производство. К этому времени, по данным газеты South China Morning Post, 60% предприятий в Китае возобновили свою работу. Самира Рзаева, CBC. Европейский банк реконструкции и развития выделит 350 миллионов долларов на финансирование пилотного проекта по возобновляемой энергетике в Гяндже. Соответствующее решение подписал накануне вице-президент ЕБРР Юрген Риктеринг. По его словам, банк готов помогать Азербайджану в развитии городской инфраструктуры и оздоровлении окружающей среды. На следующей неделе миссия ЕБРР прибудет в Гянджу для ознакомления с городом и определения направления деятельности. Проект «Зеленый город ЕБРР» был задуман с целью оказания ощутимой поддержки, которая помогает городам улучшить качество жизни жителей. Австралийская инжиниринговая компания «Верли» привлечена к работам по обслуживанию платформы «Черак» на блоке месторождения Азерии «Черак-Гнешли». Согласно заключенному контракту между Азербайджанской международной операционной компанией и австралийской компанией, проект будет охватывать новые газлифные трубы и вентильные блоки-манифольды, отмечают СМИ. Стоимость и сроки не оглашаются. На встрече УПЕК в Вене министры энергетики договорились дополнительно сократить добычу нефти в рамках соглашения УПЕК-плюс на 1,5 млн баррелей в сутки. Отмечается, что присутствующие на мероприятии подтвердили желание помочь рынку, поскольку стоимость сырья может резко снизиться, что понесет потрясение на нефтяном рынке. Дополнительное сокращение добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки произойдёт на фоне низкого спроса на нефть по причине распространения коронавируса. Это повлияло на спрос в Китае, крупнейшем потребителе и импортере нефти. Как отмечает Блумберг, на сокращение добычи настаивал Саудовская Аравия, и на это должны пойти все члены картеля. Очевидно, что эта ситуация поспособствовала дисбалансу спроса и предложения на рынке. Члены УПЕК найдут способ помочь нефтяному рынку сбалансировать ситуацию в период кризиса из-за коронавируса. Как отмечают СМИ, при общем ограничении добычи на 1,5 млн баррелей в сутки, страны не УПЕК обеспечат сокращение до 500 тысяч баррелей в день. По мнению экспертов, если поставки сырья будут ограничены, то цены на нефть могут протестировать диапазон в районе 30 долларов за баррель. Встреча членов УПЕК-плюс состоится завтра. Гюльнас Касымова, Сибиси. На фоне встречи представителей УПЕК цены на нефть отвечают ростом. Многие ведущие мировые компании прогнозируют сокращение спроса на нефть, что окажет влияние на его стоимость. Это были главные новости мира финансовой энергетики. Оставайтесь на Сибиси. До встречи. Продолжение следует...